Добрый день, мои дорогие! Все очень ждали прокатов юниорок, ждали противостояния Трикселей в короткой программе, но борьбы не было. Особенно удивило меня Жилина Вероника. Такое ощущение, что Вероника готова была показать этот тройной аксель, но тренерский состав во главе с Плющенко не дал добро. Видимо, выступление Софьи Муравьевой очень сильно пошатнуло и Михайлова, и самого Евгения Плющенко. Они никак не ожидали, что Софья сорвет каскад в короткой программе. Анастасия Зинина. Она вообще в кике сидела сама, не своя. Завалила короткую программу, но по непонятным для ней причинам. Настя очень шикарная спортсменка, красивая, эмоциональная. Вот она выделяется из толпы, она мне очень нравится. Ее срочно нужно к Этери Тутберидзе. Может, Настя это сама поймет и попробует перейти к сильным тренерам, поскольку у нее большой потенциал, большой талант. А главное, есть эмоции, как и на льду, так и за пределами льда. А. Аделия Петросян. Она фантастическая, мощная, просто вихрь на льду, безупречный был прокат, но оценки, на мой взгляд, занижены. Вопрос, почему? Софья Самоделкина была помарочка на трикселе, но Софья Самоделкина молодец, выкрутилась и вытащила каскад. Главное, что обошлось без недокрута. Единственное, на мой взгляд, я бы поменяла ей костюм. Ну, вывод такой, что противостояния трикселе в короткой программе у девочек не было. А Катева Софья была недосягаема, как и в принципе все девочки штаба Этери Тутберидзе. Я только одно не понимаю, почему Муравьева за технику получила 33, а у Рубцовой 35, но Рубцова по общим баллам ниже Муравьевой. Зачем Муравьевой накидали такие грибы, когда она сорвала каскад? Пишите ваше мнение внизу в комментариях, мои дорогие и уважаемые подписчики. Я вам желаю добра и до встречи!